Привет всем! Сегодняшний обзор посвящен модели Casio G-Shock GA-1000 И раз уж ты, мой зритель, оказался на моем канале, значит тебе интересны часы Подписывайся на мой канал, стараюсь выкладывать актуальные модели часов, их обзоры и настройки Ну что ж, перейдем к самой модели Поставляется она традиционно в вот такую вот картонную коробку Внутри пакет документов с номером модуля, инструкция без русского языка, международная гарантия Застяная банка, опять же, большинство моделей именно так и поставляются Ну и сами часы Таким образом выглядит GA-1000 Одна из любопытнейших, на мой взгляд, моделей в плане дизайна Достаточно агрессивно выглядит На одну кнопку больше, что она значит, сейчас расскажу Итак, полностью полимерная модель Стальной лишь застежка Является и задняя крышка На которой нанесена основная информация Водозащита 20 атмосфер, видим 20 бар Шок Сфорбинг структур То есть это значит, что модель является ударопоглощающей Ну, в принципе, наверное, как и все остальные G-Shock'и Максимально плотный корпус Для предотвращения каких-либо Механических повреждений Утопленное минеральное стекло Опять же Опять же, для предотвращения Его соприкосновения с какими-то предметами Чтобы не треснуло, не поломалось Единственное Точечный удар может разбить это стекло Так что В этом плане будьте аккуратны Стекло минеральное Функционально Здесь есть все Как у остальных традиционных G-Shock'ов Плюс, дополнительно Модель оснащена твин-сенсором А это значит, что Тут есть компас и термометр Давайте перейдем по настройкам Это режим текущего времени Представляет собой В верхнем правом циферблате Электронном день недели Тут Время в электронном виде Кнопкой Mode Мы переключаем Функции Таким образом Мы переходим в режим Второго Часового пояса Или мирового времени К примеру, сейчас мы видим Время в Лиссабоне Так Нижней кнопкой Мы переключаем Города И в нижнем циферблате Мы можем Увидеть время В том городе Который отображен На верхнем Правом циферблате Следующий Режим Это Секундомер Запускается Также Нижней Кнопкой Отсчет До Сотых Долей Секунды Отсчитывает Отсчитывает До 23 часов 59 минут 59 секунд И Сто сотых Сотых Соответственно Ежечасный Сигнал То есть Каждый час Часы Издают Двойной Звуковой сигнал Тем самым Заминуя Что прошел еще Один час Ну и Снова Режим Текущего Времени Держать Часы Горизонтально И Нажав Кнопку Комп Буквально Через Секунду Мы Видим Как Секундная Стрелка Указывает На Север Выход из Режима Кнопкой Секунда Возвращается В исходное Положение Чтобы Узнать Текущую Температуру Нажимаем Правую Нижнюю Кнопку Опять же После Секунды Мы Видим Текущую Температуру Влияет Рука Освещение Влажность Если вы хотите Измерить Температуру В помещении Нужно Часы Положить Минут Двадцать Тридцать Наверное Не меньше И они Корректно Покажут Результат Возвращаемся В режим Текущего Времени Если необходимо Настроить Часы Внести Коррективы Зажимаем Зажимаем Кнопку Част Секунды На три Слышим Звуковой Сигнал И Теперь Переходим К настройкам Первое Настраиваем Часовой Пояс Пояс Этими Двумя Правыми Кнопками Выбираем Тот Часовой Пояс Предположим Афины Выбрали Переходим К следующей Настройки Нажимаем Мод Теперь Моргает Оф А тут ДСТ Что это значит Это включение Или выключение Режима Летнего времени Пожалуй Включим Теперь ДСТ Он То есть Включен режим Следующее Двенадцати Либо Двадцати четырех часовой Формат времени Оставим Двадцати четырех часовой Чтобы было Понятно Следом Секунды Моргают И не настраиваются Часы Давайте Добавим Предположим Так И Следом Минуты То же самое Сколько Надо Столько Накрутили Опять же Этими двумя кнопками Год Месяц День Давайте Изменим Двадцать пятое Звуковой сигнал Либо Беззвучный Режим То есть Кнопки будут издавать Звуковой сигнал Или нет Ну Оставим звук Длительность Подсветки Это полторы секунды Это три секунды Оставим полторы С целью Экономии Экономии батарейки Ну И снова Часовой пояс Нажав Adjust А Вносятся Коррективы Сохраняются Внесенные Настройки Идет синхронизация Аналогового времени С тем цифровым Которое мы ввели Все автоматически Стрелки вручную Не корректируются Разве что Если вы заметили Что они сбились Здесь Есть отдельный Способ Откорректировать Положение Стрелок Ну Пока они Крутятся Давайте я Примерю на руку Очень любопытная Модель Как я уже говорил В плане дизайна Смотрится Броска Каким образом выглядит Ну вот Вот Откорректировалось Время 21 Сколько у нас там 21 Нет 21 13 Ну вот Так и есть Таким образом Выглядит Цвет еще Оранжевый Яркий такой Кислотный Так Модель Оснащена Функция Подсветки То есть В режиме Ну в принципе В любом режиме Кроме настроек Нажав Верхнюю правую кнопку Она подписана Light Мы подсветим Циферблат Ну я постараюсь Она тут кстати Неоновая Очень круто выглядит В ночное время суток Просто Бомбезно Подсвечивается Буквально Кончик Секундной Стрелки И В районе Каждого из Часов Каждой метки Так же Идет Отражение Таком вот Синим Неоновым Исполнением Плюс Цветонакопители На стрелках Они так же Отражают Свет Поэтому все Читабельно Ну за исключением Конечно же Электронных Табло Они практически Не считываются В темное время суток Можно кстати Включить Функцию Автоподсветки Это при взмахе Руки на 40 градусов Часы Автоматически Будут подсвечивать Циферблат Как это сделать В режиме текущего Времени Зажимаем Кнопку Light Секунды На 3 Так Видим Загорелось LT В верхнем циферблате Это значит Что теперь При взмахе На угол 45 градусов Происходит Автоподсветка Видим Ну и он Как правило Нужно выключать Таким же образом Выключается Секунды 3 Удерживается Кнопка Опять же С целью Экономии батареи Батарея здесь 2-3 летняя Не больше В целом По модели все Если есть Какие-то дополнительные Вопросы Велком в комментарии Не забывайте Подписываться на канал Всем удачи Третье 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 5-4 7-9